Награда высокого уровня. Радиожурналисты «Импульса» стали обладателями хрустального микрофона. В ноябрьский прошел конкурс, в котором участвовали местные и региональные радиостанции. Заслуженную премию мои коллеги получили за лучшую развлекательную программу «Детское время», которая звучит в эфире «Радио Рекорд». Своими впечатлениями победители поделились с Еленой Золотильной. Ей слово. Может, прямо от начала? Прямо от начала. Всем привет! В студии «Радио Рекорда» Лола. Очень часто родители незаслуженно ругают своих детей. Вот так проходит каждая подготовка к записи программы «Детское время». Текст, написанный Алиру Зиевым, автором программы, читает самый строгий критик – дочь Лола. Текст она должна читать не так, или, например, она где-то смотрит текст, а все, как правило, из жизни. Она говорит, папа, такого не было. Было такое, но немножко не так. Я говорю, Лола, конечно, врать некрасиво, но ты же актриса. С близким человеком работать одновременно легко и сложно. Это возможность обсудить все как есть, но вместе с этим и повышенные требования и ожидания. Когда-то я ее закрывал, когда работал на другой станции, закрывал в душной студии и не выпускал до тех пор, пока она четко мне не скажет так, как мне нужно. Эти преданности, стремление сделать все как можно лучше и привели творческий дуэт отца и дочери к победе в конкурсе «Хрустальный микрофон» в номинации «Лучшая развлекательная программа». Однако за наградой в Ноябрьск поехали коллеги Али и Лолы по эфиру. Поехали не просто так, а за знаниями. Радищики из городов Ямала и Южного Новороссийска делились друг с другом опытом. У каждого из них свой подход к эфиру. Однако все соглашаются в одном. Соль и радио – это прямые эфиры. Но некоторым мало только радио. В нашей телестудии радиоведущая Людмила Невская готовится ко встрече в прямом эфире с нашими зрителями. Уверенности перед камерами ей не занимать. Я знаю, как готовиться, как подготавливать себя не только в плане информационной поддержки, но и внутренне к проведению прямого эфира. Я очень надеюсь, что сегодня все будет хорошо. Самое главное – хорошо подготовиться и за полчаса перестать волноваться абсолютно, почувствовать себя уверенно. Но, конечно, родная стихия – ведущий, которая никогда не сможет распрощаться с любимым занятием – радио. Это особое искусство. В ее распоряжении только голос. И именно им Людмила должна очаровать своих слушателей. Научиться этому невозможно, поэтому в профессию приходят исключительно по призванию. Так получилось, что по итогам кастинга мои друзья не проходят его, а меня трудоустраивают на местную радиостанцию, ведущим эфира. И, собственно говоря, с того дня и пошла моя карьера. Даже не карьера, а, наверное, это хобби, за которое я еще и получаю зарплату. Про любимое занятие эти люди не забывают никогда. Четко поставленный красивый голос сопровождает их везде. Именно его с нетерпением ждут слушатели, способные узнать любимого диджея с первых слов. Елена Золотилина, Николай Александров, Служба новостей «Импульс». У них свои переживания.